Можете представиться, да? Как Вас зовут? Николай Александрович. Николай Александрович, скажите, пожалуйста, Вы житель, да? Да, конечно. Ну, а вот что Вы можете сказать о событиях? Я так понимаю, они же не в одночасье возникли, да? Не в один день. Да, конечно. Значит, я был не то что реальным очевидцем событий, а принимал в них определенное участие, ну, не боевое участие, а, скажем так, участие такое... Ну, Вы своими глазами, в общем, видели происходящее, правильно? То есть Вы очевидец. Могу дать такой комментарий, почему это произошло и как это произошло. По-вашему, почему произошло и как это произошло, вот Ваше мнение. Ну, Вы понимаете, это событие, оно произошло не потому, что в один день что-то случилось. Это накопилось годами, днями, месяцами, накопилось вот эти беспределы, которые творились не только в районе, а в целом стране. Это вылилось в какую-то волну, и люди просто уже терпеть дальше не смогли, и вот была последняя капля, вот эта, с этой девочкой, ситуация, которая произошла. Да, это произошло убийство, там, еще убийства происходили, много чего происходило. Это безчинство, которое творилось, ну, вообще, там, ну, такие же люди не имели права пожаловаться куда-то, потому что их за это с работы увольняли, там, еще там, ну, много чего происходило. Ну, давление было определенное. Давление было определенное, давление, в конце концов, ну, когда руководители милиции, допустим, прокуратуры, ну, жили, как бы, ну, королями, там, себя чувствовали, жизни. Ну, поэтому, знаете, в конце концов, люди это все видели, злоба накапливалась, накапливалась. А как произошло? Как это произошло? Когда произошел этот случай, как-то спонтанно возник, вроде бы, какой-то митинг. Ну, вот, люди, улица, где жила... Ну, ситуативная, да, такая? Ситуативная, где улица, где жила эта обиженная, оскорбленная, побитая, ну, женщина, потерпевшая эта женщина, улица встала на защиту. У поддержку той улицы поднялась другая. Ну, цепная реакция произошла. Пошла цепная реакция. Люди здесь... А как быстро это произошло? В течение одного дня буквально. За день? Да. Потому что здесь поселок маленький, в поселке живет буквально там 80-50 тысяч жителей, и люди друг друга знают. Один другу переказал, рассказал, и... И начали собираться, да? Начали люди как-то собираться. И когда они не годяи, начали привозить там в суд, для того, чтобы определить меру пресечения. А суд здесь же, да? Да, здесь же, вот, он недалеко от нас находится, где мы сейчас сидим. Идет дождь, такой сильнейший дождь. А люди, не покидая... То есть ждут решения? Ждут решения суда. Да. Да, среди толпы людей были там и пьяные молотчики, пацаны, ну, как и всякие... Желающие крови, жаждущие крови и драки. Ну... Но люди ждали, что суд скажет, да? Люди хотели... Крики, гоньба. Но перед этим они собрались возле милиции, попытались там. Когда... Субтитры создавал DimaTorzok